шалом уважаемые дамы и господа есть такое явление учитель долго объяснял своим учениками в конце концов сам понял я являюсь каким-то учителем для определенной аудитории людей и вот сам на себе испытал вот 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 это явление иногда ты подходишь к чему-то ну пусть меня всевышний простит ты сам это не понял до конца но когда ты преподаешь это людям и они каким-то образом с тобой спорят выдвигает какие-то идеи вот такие вещи ты углубляешься и с помощью мнений людей их каких-то умозаключений ты ты понимаешь это лучше не то что не понимаешь что вообще понятно что если вещи что мы знаем но это еще больше углубляет у любавического рэба есть вот такое условие наставление он всегда горит ты если выучил алиф а поделись с кем-то то есть не будь максималистом первое не жди пока ты выучишь все тогда ты сможешь я всегда удивлялся слушать чек еще не очень понимает он уже начинает вещать 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 конечно легче всего вот такого человека обвинить но с другой стороны если рэба говорит ты выучил алиф научи другого значит есть и кроется за этим что-то и может быть затем кроется вот это явление что когда ты передаешь это другому он тебе задает вопрос ты возвращаешься книги ты смотришь ты ищешь это побуждает во первых иногда всевышний даже использует твой эгоизм самолюбия как я вот такой вот объяснил кому-то алиф нижний уровень а он оказался со своими вопросами я должен доказать что я вспоминаю как много-много лет тому назад в городе герои а ждут я был молодым геодезистом эти истории жизни они делают острый мозг их можно применить всегда и вот будучи геодезистом молодым я встретился с тоже с молодым парнем который был израильтянин мы общались тогда на иврит кала на очень таком начальном легками в рите знаете сабры вот уроженцы израиля они такие у них есть ниже все в армии везде есть такой вот колки и сабры это такой кактус которого можно кушать снаружи он колючий а внутри сладкий поэтому всех израильтян называют сабры сабар вот этот сабар попался мне назойливый настойчивый игре ты горит с россией это мягко выражаясь я он где ты русский русский ты горит еврей я говорю еврей вроде в восьмидесятом поколении это тоже я знаю а ты знаешь кто такое в рама вину я тогда честно аврамов знал но а вину не знал я не стала как-то не по себе удачка кота он был не религиозный парень ну абсолютно нет но он не религиозный мы были тогда без каких-то вот таких признаков религиозной жизни но ему хотелось меня в математике он меня не мог положить на лопатки литературу я немножко знала тут он нашел такую знаете брешь в моем эгоизме я тут же в тот же вечер мне стало обидно как я в израиле полгода я не знаю кто такой аврам извините родоначальник еврейского народу он не стал что авраам это родоначальник я тут же когда в тель-авиве наверно на весь израиль я имею виду светский израиль кроме иерусалима был единственный книжный магазин на русском языке но я поехал купил тору такую синенькую книжечку и начал ее скрупулезно читать через две недели я ему сделал экзамен кто такой авраам ицка кто породил кого он опешил и даже не знал то есть иногда вот такие вещи порождают у нас желание продвигаться вперед желание к знаниям поэтому дамы и господа не будьте максималистами не ждите пока вы до конца кроме того тут еще кроется одна вещь которую рыба игры будьте благодарны богу вы выучили алиф поделитесь с кем-то это же не деньги это всего лишь знание и ваше время поэтому пусть всевышний благословит всех всех кто занимается этим особенно я заинтересованное лицо я прошу благословить наш прекрасный канал который занимается вот такими алифами по всему миру и растет 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 и слава богу из той вот переписки как вы видите у нас на канале можно прийти к заключению что это работает очень сильно шалом шалом